Лучшие наездники страны сразились за кубки и солидный призовой фонд. На ипподроме Чувашского племенного завода имени Василия Чапаева прошли ежегодные конные бега. Кто завоевал главные награды турнира, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Синематограф, арбат, кармелита – всего более 20 лошадей и среди них немало призеров и чемпионов. У наездников и их питомцев настрой боевой. Все рассчитывают завоевать главные кубки. Призовой фонд турнира превышает 400 тысяч. Ему лет 6 сейчас. С ним я уже второй год. Роден звать. Он родился в еландском кунзаводе. Я купил его Галимзианова, Лесура. Известный наездник. Подготовить лошадь к забегу – кропотливая работа. Необходимо учесть немало нюансов. Рысаков снаряжают уздой, двухколесным экипажем, защитой для ног и глаз. Те, кто прошел финальные заезды, должны преодолеть более двух километров. У наездников непростая задача. Важно, чтобы лошади не сбавили темп и не перешли на голоб. Беговые лошади проходят усиленную подготовку. Тренировочные заезды каждый день на большие дистанции. Тренировки не прошли даром. Юрий Яковлев и Гнедая Кубня завоевали малый кубок конного завода. Победителем скачек стала Анна Макарова из жеребец «Вабанк». Бронза и серебро в заездах за чувашскими коневодами. Золотой кубок завода завоевала Диля Галимзянова из Буинска. Ей, жеребцу Дучидору, удалось обойти на последнем круге чемпиона прошлого года фаянса. Конными бегами Диля занимается с юных лет. Этим видом спорта увлекался и отец девушки. С мужем выступаем. Муж тоже выступает. Начал с какого имя занимался. Потом, как сейчас возраст, мне 15 лет. Перешла на высоту, в том году купили. В том году выиграл несколько сабантуев. Ну и в Казани он хорошо участвовал и выступал. Конные бега в Ядрине возродили вместе с племенным заводом. То, что за последние годы сделали инвесторы, называют не иначе, как прорывом. Хозяйство едва не стало банкротом, но его удалось восстановить. Слава о местных рысаках сейчас гремит на всю страну, как это было и раньше. Я считаю, что это здорово. Мы возрождаем лучшие традиции конзавода имени Василия Ивановича Чапаева. Я уверен, что ничто нам не мешает. Это географическое расположение очень выгодное. Сегодня конзавода, федеральная трасса рядом. Я думаю, что все есть для того, чтобы это был праздник для конников всероссийского уровня. Поболеть за наездников приехала глава региона. Михаил Игнатьев отметил, что интерес к конному спорту в республике повышается. В этом году на трибунах ипподрома негде и яблоку упасть. Всего более 6 тысяч человек. С каждым годом масштабы поднимаются. И все больше и больше наездников к нам приезжают. В 2026 году исполняется столетие конному племенного завода имени Василия Ивановича Чапаева. И мы должны еще многое сделать для того, чтобы имя Василия Ивановича поднималось еще на другой уровень. И имя данного племенного конного завода тоже поднимался на другой уровень. В следующем году здесь проведут уже пятые по счету конные бега. Спортивный праздник обещает стать не менее масштабным. Подготовка к нему уже началась. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.